Здравствуйте! Вы смотрите программу «Туризм» и я Виктория Гармашова. Приветствую вас! Черноморское побережье России всегда привлекает не только наших туристов, но и иностранных граждан. Город-курорт Анапа – прекрасное место для проведения семейного, оздоровительного и активного отдыха. Наличие в Анапе своего аэропорта, железнодорожного вокзала и морского порта делает город одним из самых легкодоступных курортов России. Город Анапа расположен на побережье Черного моря. Набережная Анапы – душа курорта и одно из любимых мест отдыха. Местная набережная достаточно протяженная и состоит из разных участков, каждая из которых заслуживает отдельного рассказа. «Аллея любви» – неофициальное название, расположено на высоком берегу и начинается от маяка. Анапский маяк – это, пожалуй, самая романтичная достопримечательность. Сколько свиданий здесь назначалось и назначается как жителями, так и гостями курорта. А с небольшой смотровой площадки открывается панорама Лысой горы, первой горы Кавказа и завораживающей виды на Черное море. Маяк установлен в 1955 году на обрывистом берегу. Башня его восьмигранная с тремя черными горизонтальными полосами. Высота от уровня моря – 43 метра. Мерцающий красный свет маяка виден за 18 миль. Кроме того, башня оснащена радиотехническими средствами. Первый анапский маяк был построен еще в 1898 году. Однако был разрушен немецко-фашистскими оккупантами при отступлении в 1943 году. Ныне, несмотря на почетный возраст, маяк успешно функционирует. В наши дни его башня является не только путеводной звездой для морских судов, проплывающих мимо Анапы, но и традиционным местом встреч для романтиков. Часть этой набережной – это тихий, свободный от шума дискотек и толпы отдыхающих уголок, где удобнее всего наблюдать за красочными видами. Аллея любви – это место для романтических встреч. Никто не остается равнодушным после посещения этого участка набережной. Здесь же расположен санаторий «Маяк». Это первый санаторий, открытый в Анапе в далеком 1900 году, носивший тогда имя водолечебница Будзинского. Санаторий очень уютный, а сохранившийся до наших дней один из корпусов позволяет перенестись в удивительное прошлое курорта. На протяжении всей аллеи расположены скамейки для отдыха, детские площадки и тренажеры для занятий спортом, на которых занимаются люди любого возраста. Пешеходные тропы отмечены на специальной карте для отдыхающих, что позволяет ориентироваться на местности. Пешеходная прогулка по набережной займет около двух часов, что полезно для здоровья, потому как вы дышите чистым морским воздухом. Дальше путь идет по направлению к Анапской бухте, центру курорта. Здесь, в самом живописном месте, расположен санаторий, похожий на белоснежный парус, который гордо реет над городом. Это сооружение является визитной карточкой на фотографиях Анапы. Специальная целевая программа Российской Федерации «Берега России» позволила отреставрировать и укрепить пляжи Анапы. Если море не штормит, Высокий берег – лучшее место для купания. Дно здесь углубляется постепенно, что делает его удобным и для взрослых, и для детей. Высокий берег тянется пару километров и приводит к Малой бухте. Прекрасная гладкая галька, наличие навесов, лежаков, уютных кафе делают пляж Малой бухты любимым местом отдыха на море. Здесь предоставляется целый спектр услуг для гостей Анапы. Расположены многочисленные киоски с сувенирами и пляжными принадлежностями. На набережной находится бювет минеральных вод. Он был открыт в 1985 году. Здесь отпускаются минеральные воды Анапского и Семигорского месторождения. Они способствуют лечению заболеваний печени, желчевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта. Здесь можно пройти полный курс лечения, рассчитанный на 20-40 дней. Пляжи Анапы уникальны. Это единственное место в России, где на Черноморском побережье четко обозначена граница между каменистыми и песчаными пляжами. Широкие, иногда до 600 метров пляжи, обрамлены высокими дюнами, порой до 5 метров. Здесь более чистая вода, меньше тины в море и на берегу. Дно, как и на других песчаных пляжах, ровное и пологое, с медленно нарастающей глубиной. Мелководье идеально подходит для детей. Здесь намного свободнее, чем на Центральном городском пляже. Но это место находится на окраине курорта, и пешком сюда не находишься. Это единственный минус. Однако, кто приехал на автомобили, загорают на песчаных пляжах. Люди могут уединиться от общей массы курортников, чтобы спокойно отдохнуть и искупаться. Галечный пляж расположен в районе яхт-клуба Анапы. С верхнего яруса открывается замечательный вид на Черное море, на красивые яхты, на единственный в России водный стадион, где каждый желающий может покататься на водных лыжах. Я решила прокатиться на яхте, чтобы с моря полюбоваться береговой частью курорта. Самое главное в Анапе, конечно же, море. Поэтому обязательно арендуйте катер. Часовые морские прогулки сделают ваш отдых незабываемым. Особенно интересно мчаться по волнам, когда самостоятельно управляешь яхтой. Наслаждаясь свежестью морского бриза, интересно приезжать мимо пляжей и всей набережной. По-другому с берега смотрится Анапский маяк, санаторий, похожий на белый парус и все местные достопримечательности. Немного историй о Черном море. Около 7 тысяч лет назад оно представляло собой огромное пресноводное озеро, не имевшее связи с мировым океаном. Но в результате землетрясения образовался пролив Босфор, и в озеро хлынули потоки соленой морской воды. Сегодня здесь насчитывается около 2,5 тысяч видов морских обитателей. Некоторые виды рыб являются уменьшенной копией рыб мирового океана. Вечером обязательно отправляйтесь на прогулку по новой набережной. Анапская бухта недавно отреставрирована и радует гостей и жителей курорта своими ухоженными видами. Здесь сосредоточены приморские кафе под открытым небом. Работает парк развлечений с многочисленными аттракционами, дискотеки, всевозможные выставки и игры. На протяжении всей аллеи расположены красочные газоны и размещены многочисленные сооружения из цветов. Отдыхающие с удовольствием фотографируются здесь. Прогулявшись по набережной, остановитесь в одном из кафе, чтобы испить местного краснодарского вина и вкусить свежевыловленных морепродуктов. Самое очаровательное зрелище – это вечерний закат, когда солнце медленно опускается в море и продает ему завораживающий вид. Воедино сливаются две стихии – огонь и вода, солнце и море. А, как известно, на огонь и воду можно смотреть бесконечно. У всех отдыхающих остаются приятные воспоминания о днях, проведенных в Анапе. В Анапе имеются пляжи для нудистов. Там отдыхают люди полностью в обнаженном виде. Так сложилось, что город-курот Анапа стал центром на туризму в России. Именно здесь можно отдохнуть от суеты мегаполисов и ощутить гармонию с окружающей средой. Однако солнце светит одинаково и для нудистов, и для обыкновенных туристов. В любом случае запасайтесь кремом для загара. Смотрите программу «Туризм», и вы узнаете много интересного о разных странах мира и российских курортах. До новых путешествий! Редактор субтитров А.Семкин